Добрый день, друзья! Мы у Вадима и Галины в юрте, в Александровке. И вот в этом ролике мы поговорили о том, как вообще вы попали сюда и как вы жили в юрте 9 лет. А вот в этом ролике мы поговорили о плюсах и минусах жизни именно в этой юрте. И был большой вопрос, Вадим, это ты говорил и Галина говорила, что сначала вы поставили железную печку, да, это печь кочевников, сначала был очаг, потом пришла железная печь и она сильно продвинула юрту, потому что не стало дыма, можно было аккуратно ставить казаны, можно было сушить, вялить, вот. А потом все-таки вы перешли, назовем, кирпичной или каменной у нас называют печи. Это очень интересный момент. Расскажи, пожалуйста, Вадим. Первым делом, что было некомфортно в железной печи, это много кислорода поглощает и то, что быстро остывает. И когда ночь приходит, холодно и под утро уже в 6 утра встаешь топить печку, уже холодно. Да, да, да. Друзья, я скажу, что становится холодно от железной печи, это, наверное, все мы понимаем, а Вадим упомянул слово сочетание сжигается кислород, да? Да. Об этом не все знают, но поверхность металлическая, горячая, на самом деле выжигает кислород. Наверное, это какой-то химический процесс, физический процесс, но кто сталкивался с буржуйками, те это знают. Воздух становится сухим, некоторые ставят тарелочки с водой, но это не выход, особенно, когда у вас семья и детишки от мала до велика. Сколько вы с железной печью прожили? Два года, наверное. О, два года и сразу вы поняли, что надо, то есть в голове появились мысли. Поняли мы сразу, но чтобы поставить кирпичную печь, надо было собрать некоторую информацию. Да, 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 да. Всего ли в кулак. Всего ли в кулак, да. Вы же городские жители. Потому что был, во-первых, страх, что провалится печка под пол, потому что у нас под юртой выкопан. Выкопан погреб. Вот он, да? Да. Вот он, друзья. Довольно глубокий. Посередине погреба стоит большая такая вот столб. У нас называется тюлька. Тюлька, да. Правильно. Тюлька лиственная. И от нее расходят влаги. И вот, как бы, эта тюлька, она, в общем-то, и дала надежду, что она выдержит печь. Да. Сделал был помост. Помост внутри, в подвале? Нет, уже здесь. Сверху помост был сделан, накрыт железом. И уже потом я стал выкладывать печь. Ну, не только для тепла. Ну, не только для тепла, да. Потому что семья большая, хлебушка не наездишься. У нас магазинов здесь нет. Магазинов нет, как и света нет. Как и почты нет. Ничего нет. Ничего нет. И поэтому нужен свой хлеб. Мы привозили, и до сих пор привозим, муку сами. Галя выпекает хлеб. Это духовка уже. Вот она, духовка. Не 6, а 8 лет. Да, да. Выпекали здесь хлеб, пироги, пирожки, торты. Все чудесно. Да. Вот они уголочки. И вот здесь становится противень. И он в серединке. Ну, и вверх, конечно, тут готовили еду. Мы тогда экономим газ в холодное время года. Здесь готовим время. Воду и все стороны. Да, да, да. А здесь вот бак надет на трубу. То есть и горячая вода всегда. Печка долго держит тепло. Можно было, конечно, еще другие варианты рассматривать. Но это вот такой экономичный вариант. Немного кирпича. Здесь 144 кирпича ушло. Значит, и еще, может, кто-то из наших зрителей знает, кирпич дольше нагревается, но дольше отдает. Вот тепло – это слово инерция. И уже не было вот этих вот частых подъемов по утру, рано-рано, чтобы натопить печку. Уже было более комфортно. Да, я скажу, в деревне Тюлюк, где у меня дом, и где есть свет, и где есть почта, да, то традиционно топили два раза в день. С вечера топили много, так. И инерция позволяла тепло отдать под утро. Вот в этом вот смысл. И второй раз топили совсем немного, может быть, три вот таких полежка. Это утром, когда кашку готовили именно на этой плите. И это тепло шло в день до вечера. Вот полтора, можно сказать, полтора раза в день. Сколько раз вы эту печку утопили? Танто русские печи, такие паровозы большие. Да, но здесь топочная маленькая, поэтому как-то вот так, сколько раз топили. Значит, вот есть дрова, и они подкладываются в течение дня. Да. Раз поддерживается, и поддерживается. Когда очень холодно, мороз, то мы топили прямо, да, целый день. Целый день. Да, мороз, конечно. Не так, чтобы он сразу заложил ее, потому что здесь нету ни колпака нету, где бы можно, ни змеевика нету такого, чтобы как-то задерживать. Ходы. Да. Как русская печи вообще. Да, как русская печи. Она обычная такая вот. Да. Без всяких мудростей. Был ли в вашей семье кто-то ответственный за эту печь, за топку? Радомиру, наверное, с четырех лет мне. Кажется, он же сам топил. Ну, не то, что ответственный, но топил, да, печку. Ему больше всех нравилось, и вы ему доверяли в четыре года печку топить. Были ли какие-то моменты, которые не отвечали безопасности? Ну, и да. Вот у Жени, я разговаривал лет десять назад, он говорил, что у него хорошая печь, современная, но бывают ему непонятные удары то ли ветра, то ли давления, и через топку у него выхлоп был. Здесь один из таких вот неучтенных моментов, надо было сразу делать минимум в три кирпича. Основание. Основание. В три кирпича. В три кирпича. Как бы не смогли... Сейчас здесь два. Хотя там глиняный вроде замок сделан, все как в книжке вычитали, но два кирпича было мало. Потом перекладывал, Вадик, разбирал половину, делал третий ряд и затем... Как бы подымал, всю конструкцию подымал на кирпич, чтобы вот не прогорало. Да. И второй момент, чтобы я посоветовал, это нужно обязательно в сэндвич, так называемый сэндвич. Вот труба, чтобы была в сэндвиче. Труба была в сэндвиче, чтобы не перегревался котел, да? Нет, чтобы не было конденсата. Когда выделяется конденсат, прямо как деготь течет. Да. А вот это уже сэндвич. Это уже сэндвич, да. Его нужно все-таки ставить с самого начала. С самого начала? Да, по всей трубе. Чтобы вот этих конденсата не было. Хорошо. Вот сейчас как раз Вадим сказал пожелание о будущем. Это был мой вопрос. Есть еще пожелания тем, кто поселится в юрту. И вот эта конструкция совершенно не отвечает смыслу юрты, смыслу кочевника. Потому что кочевник собрал юрту, это мобильное жилье, нагрузил на верблюдов и откочевал там, где трава хорошая. Наша культура совершенно другая. Но мы благодарны юрте, что она позволяет наши двигать проекты. И вот эта печь говорит о стационарности. Да. И у вас нет желания передвигать эту юрту. Какие есть пожелания для тех, кто не носитель культуры. Допустим, наши славяне. И поселятся в юрту и захотят ставить очаг. Именно по печи вопрос, да? Да, по печи. Мы сейчас только разбираем вопрос печи. Но я бы от печки не отказался. Я просто бы ее немножко модернизировал, можно так сказать. Я бы сделал змеевик дополнительно. Да? Стеночку. Змеевик для теплоотдачи. Да. Больше теплоотдачи сделал. И вот этот змеевик бы еще немножко бы от входа, ну как бы стеночку отгораживал, да. Немножко автономия была. Потому что получается, что сразу как бы прострел идет такой зрительный. Да? Когда ходят гости и они сразу видят, нету, как это можно сказать. Некуда запрятаться. Одно пространство. Некуда запрятаться. Хорошо. Значит, очаг в юрке в центре. Какой закладывали вы смысл, когда вы сдвинули ее вперед? Ну, чтобы, во-первых, и пространства было больше. Именно пространства для отдыха. Да? Да. Для жизни. Да. Ну и здесь ближе для... У вас, правильно, женская половина справа от входа. Да. И сюда ближе. А у мужчины здесь инвертор. У вас панели солнечные. Да. Да. Ну и уже второе пожелание, не касаемо, наверное, печки. Это вот стекло или оргстекло, чтобы было видно небо, звезды поначалу. Ну, я думаю, мы это еще сделаем в дальнейшем. Да. Друзья, подведем итог. Юрта и кирпичная печь в культуре кочевников антагонисты, но в том проекте, которые воплощали, в тех проектах, которые воплощали вы, она гораздо лучше отвечает требованиям выживания, жизни, тепла, улыбок. И это не ошибка, вот это не ошибка. Это не ошибка. Друзья, появятся вопросы. Галина, я оставлю e-mail снизу, вам ответить. А, не забывай, наверное, у нас нет интернета. А, нет интернета. У вас нет света, нет почты, нет интернета. Ну, почтовый ящик на e-mail. Нет? У меня простая телефонная кнопочка. То есть ты готова принимать звонки? Звонки, да, или смски. Да, 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 или смски. А ватсап есть? И ватсапа нет. И ватсапа нет. И вайбера нет. Нет. Телеграм. То есть в этой местности таких слов ругательных нет, да? Извините, я из города приехал. Многие не верят даже в это, они думают. То есть это номер телефона. Многие не верят, что и света нет. Друзья, я констатирую. Окончательно вот эта печь отвечает всем требованиям жизни семьи в юрке, где тайга, снег, зима. Друзья, это прекрасно. В этой жизни Вадима и Галины не так много углов и много тепла. Это так? Конечно. Да. Это так, да? Друзья, до встречи на канале. Субтитры делал DimaTorzok